Вероятно, я хочу вам задать только один вопрос. Скажите мне, пожалуйста, сегодня 15-е число, сегодня воскресенье. Какой сегодня профессиональный праздник? Есть какой-нибудь сегодня профессиональный праздник? Или сегодня нету? Сегодня нет, да? Значит, всё-таки сегодняшнее воскресенье свободное. Понятно. А вообще, какие вы знаете профессиональные праздники? Мне просто интересно, а? Ну, вот, скажем, день учителя, день строителя, день химика. Ну, кто ещё? Чего-чего? День печати ещё. День металлурга ещё. День авиации ещё. День торговли, там, говорит, день милиции, как-то вы рядом. Ещё? А? Не слышу. Ну, пожалуйста, смелее. Ну, что, какой ещё? День рыбака. Чего таким голодным голосом-то говорить? Ну, товарищ, у нас только нет праздника, как этого... А? Радио. Понятно. Там, говорит, день детей, хороший. А это чей профессиональный праздник? Не праздник, это день детей. А? День защиты детей. Это чей профессиональный праздник, день защиты детей? Родители, что ли? Кто это? Значит, товарищ, у нас нет праздника, который мог бы объединить некоторых работ... Некоторых... Я ещё раз подчёркиваю на это, так сказать, в вашем внимании на этом слове... Некоторых работников самых разных профессий. Такой праздник тоже можно было бы сделать. Назвать его можно было бы День бездельника. И отмечать этот праздник 5 и 20 числа каждого месяца. И обязательно в этот праздник по заявкам бездельников передавать большие праздничные эстрадные концерты. Мы начинаем нашу большую праздничную программу, составлю по заявкам тех, кто не сеет и не пашет. Не штурмует облака, кто в стране прекрасный нашей, лишь валяет дурака. Перед рекам безделья, лучшим лодорем труда. Дарим мы своё веселье, танц, песни, поздравления и хотим, чтобы в воскресенье мы не кончались никогда. Вот передо мной большая куча. Это всё письма. Они к нам пришли с самых разных уголков. Вот одно из них автор письма пишет. Я по натуре человек весёлый, очень люблю посмеяться, особенно над теми, кто любит работать. Поэтому мой самый любимый артист это постоянный ведущий передачи вокруг смеха. Такой длинный, худой, сам ничего не делает, только над всеми смеётся. Если можно, пусть он мой праздник для меня что-нибудь отмочит. С уважением, кандидат филологических наук Николай. Мы выполняем эту просьбу. На сцене поэт-сатирик, поэт-пародист, постоянный ведущий передачей вокруг смеха. Смех. Сегодня не осталось ни одного современного поэта, на которого Бьянин написал пародию. Мне уже пора приниматься за наших классиков. И я выяснил, что ни один поэт в своём творчестве не может обойтись без пошлости. Я это по себе знаю. Долго я присматривался к поэту... Тютчеву. И уже совсем отчаившись, я вдруг наткнулся на такие строчки. Цитирую. Тютчев пишет. Осень наступила, Высохли цветы, И глядят уныло голые. Вот такая пошлятина. Пародия называется Галытьба. Осень наступила, Всюду листопад, На меня уныло. Голые глядят. Голенькая ветка, Голая сосна, Голая соседка, Голая жена, Ни куста, ни травки, Голая земля, Голые прилавки. Нет нигде белья. И дома, и школы все обнажены. Дворник ходит голый. Он пропил штаны. Все поэты ходят тоже ноги шом. От моих пародий всем нехорошо. Голые поэты шепчут, как мольбу, Чтоб ты был одетый, Ноли жал, Голого. Голого. Спасибо.